ПОДПИШИСЬ! 25% скидка на доставку, на оплату доставки. В общем, делала я заказ 27-го, ну вообще 26-го, видимо, в ночь на 27 декабря. Обычно мне приходит как бы на мыло на e-mail письмо о том, что спасибо за ваш заказ, бла-бла-бла, ну такое как бы почтового бота. И письмо о том, что я вот заплатила с такой-то структуры, допустим, за Сбербанка или Яндекс.Денег или еще откуда-то там. И вот это чек электронный. Тут мне пришел только тупачек, но думаю, ладно, может так это у них в полночь, хотя я не первый раз в полночь делаю заказы, что-то не сработало. 28-го, значит, написалось мне, что мой заказ разделили на две части. Я заказывала флешку на 64 гига для вот этой камеры, и, ну если не пойдет, то в нетбук воткну, в ноут точнее. И, короче говоря, эту арахисовую пасту. Ну где-то все на тысячу вышло, может там тысяча с чем-то малюсенько так это, ну косарь, грубо говоря, не считая доставку. Ну и, в общем, ладно, думаю, отправили, отправили, написано 9-го января придет, думаю, ну и хорошо придет 9-го января. Почему я заказывала именно на Азоне? Флешку, которую мне надо было, во-первых, она была в наличии только на Азоне, у нас в ДНС ее что-то не было. Плюс она как-то стоила, ну допустим, рублей на 300 дороже. В принципе, можно переплатить и подождать черти сколько. Допустим, камеру мне вот эту вот, когда я заказывала на ДНС, задержали на несколько дней. Ну, зная, что они могут задержать на несколько дней, плюс Новый год, праздники, хрен знает, когда эта флешка придет, думаю, ну на Азоне. Потом как бы Азон статус, че? Вроде как никаких казусов не предвещало. Потом я сделала еще какой-то заказ уже в новом году. И вот заказ, сделанный в новом году, я получила 10-го числа. 9-го числа никаких сообщений мне не пришло. Ну, думаю, ладно, может так чего, получу другой заказ пока. Написала в группу поддержки в личные сообщения, точнее не в группу поддержку Азон. В ВКонтакте есть чисто страничка Азон, личные сообщения написала. Ну, так объяснила, там номер заказа, все как надо. Мне типа извините, да-да-да, мы вам ответим, я им спасибо. И они мне точно ответим, все, голяк. Тишина. Причем я уже обозрела заказ тот, который я забрала. И когда я пыталась найти на сайте дырочку, типа, форма подачи, заявки, как раньше было, допустим, доставка где-то гуляет, вот формы обратной связи. Формы обратной связи не было. Зато на телефоне я нашла форму обратной связи. Значит, этот e-mail помимо телефонов, так-то только номера телефонов. Ну, звоните на номера телефонов, трейте кучу денег на эти междугородные, там, междугородные, там, Москва и Питер. И этот 8800 дождитесь лет через 300, возможно, вас услышат. Очень надо. Вообще удобно мне как бы на e-mail. Отписала и знаешь, что какое-то время тебе ответят. Ну, через сутки, пусть через двое, но ответят. И что, я, значит, обозрила это, потом захожу на сайт, смотрю, вдруг e-mail появился. Формы обратной связи нет, только e-mail. Написала на e-mail спустя сутки с лишним, что, типа, вот так и так, скриншот вконтактового сообщения. Мне, типа, да-да, извините, мы сожалеем, что вы столкнулись с такой проблемой, тра-та-та-ля-ля. Мне, как бы, бывало, что меня задерживали доставку, ну, и когда я писала, что задержали доставку, мне скидывали, там, бонусные баллы за то, что, вот, типа, как бы, компенсация, извините. Или я не писала, думаю, ну, ладно, мне как-то день-два погоды не делают. А тут, как бы, что-то ждешь, и нету ни черта. Ладно, нету ни черта, но вы не игнорьте хотя бы вконтактике, если вы обещали отписать, а отписали так, будто они уверены, что они мне не ответят. Мне на мыло приходит, значит, это, как бы, сообщение ботом, что, да, вот, ваш запрос принят, извините за ожидание, надеемся на ваше понимание, там, через какое-то время вам ответят. Чуть меньше, чем через сутки мне ответили как раз, вот, извините, бла-бла-бла, мы поставим за вашу заявку на поиск посылки, потерявшись, и тут я понимаю, что мой заказ где-то просрался, извините, я не матом, но я вот так вот, таким грубым словом, он топа где-то потерялся. Ладно, окей, мне должны были ответить. Мне, конечно, не ответили, но через сутки мне приходит сообщение, типа, ваша проблема, типа, решилась, и напишите, удовлетворены ли вы решением или нет, и напоминаем вам, что у вас была там потеряна посылка. Я так охренела, потому что, как бы, мою посылку не нашли, мне ничего не написали, где она, когда ее ждать, и т.д., и т.п. И я написала, конечно, нет, и, ну, что не удовлетворена, и типа, коммент, напишите, почему. Пишу, коммент, что, как бы, я заказ делала, предоплаченный, кстати, предоплаченный заказ. Я вообще считаю, что на базах выдачи надо выдавать предоплаченные заказы отдельной очередью, а не заставлять людей ждать, пока другие там оплатят свои заказы. Делайте две очереди, ребята, вот тут, как, допустим, на почте раньше придешь в Солнечный, и человек, который понимает, что тут еще куча бабушек с коммуналкой, и у кого посылки предоплаченные, просто отдаешь бумажку заполненную, тебе выдают скопом посылки, тебе и еще куча народу. Предоплаченная, уже пришел и забрал. Я понимаю, если бы мне там приспичило открывать, там какой-то человек был с предоплаченной посылкой передо мной, я час стояла сегодня на базе у нас. Я понимаю, что база не виновата, что там до хрена пришло народу, но как-то, во-первых, мне напрягает, что, ну, там, мне тоже спросили, вы уже нашли свою посылку? Ну да, у меня окуляр это охренительное, так? Минус 13,5 я, конечно, увижу мелким шрифтом, где-то там ручкой на серой коробочке, особенно если еще база выдачи внезапно переехала в том же здании, только внизу, чуть подальше. Если раньше направо пойдешь, на базу попадешь, то, что теперь добрые люди сказали налево надо идти. В общем, сейчас я в очереди проторчала, хорошо забрала, и мне напрягает, вот там даже люди сзади меня стояли, было сказано то, что я, в принципе, уже где-то озвучивала, или хотела озвучить, или подумала, вот то, что не только я так думаю, что может любой человек зайти, взять посылку, хрен знает чью, не заплатить ничего и просто с ней выйти. Никто же не смотрит, нигде ничего не пикает. Вообще, что за хрень такая, что тот, кто пришел получать заказ, должен его сам искать? Ну, а ж мне нашли этот заказ. Окей, спасибо, выдали. И вот человек, который просто там вот передо мной где-то в начале очереди, я где-то в конце стоял, говорит, что я вот сейчас буду открывать, и она, вот это плюс, типа того, что раз вы открываете, то я пока другого обслуживаю. Окей, это хорошо, но сделайте две как-то очереди. Ну, или там двух человек, пустите человек, один не справляется. Дайте этому человеку в часы пик второго человека, который хотя бы будет обслуживать тех, кто по предоплате, и тех, кто без оплаты. Ну, типа оплачивает на месте. Ладно, этот минус хорошо, окей. Можно привыкнуть. Человек к плохому всегда привыкает. К хорошему, видимо, сложнее, особенно если руководство физически относится к клиентам. Ладно, мне, кстати, ну, в общем, мне намыло так это все, я отписала камень, что вот у меня статус клиента, озон статус у меня, заказ предоплаченный, и он где-то гуляет, и мне даже не сказали, где и когда его ждать, и вы пишете, что, типа, ваша проблема решена. Сегодня, в общем, мне вчера вечером поздно приходит, ну, как база у нас с 3 до полушестого, где-то около 7 мне приходит смс-ка о том, что вот ваш заказ доставлен. Раньше заказ 9 дней лежал на базе выдачи, теперь 5. Заказ доставлен, до 20-го вы его должны получить. Учитывая, как наша база выдачи работает, ну, не всем удобно или с 3 до полшестого. Я, видимо, не судьба. Вот то, что у нас перед Новым годом был шквал, такой вот этих куча людей приперлась в эти 2,5 часа попытаться получить посылку свою, да. И то, что сегодня был шквал, я целый час стояла, за мной еще до хрена людей было, когда я уходила, и еще занимали. Вот, как бы, если вы не успели до полшестого получить посылку, пункт закрывается. Что делать другим человекам, если они вот так вот несколько часов проторчали, а срок лежания их посылки уже исчак. Какая-то вообще полная хреньея, ну, не продуманно настолько, вот, Азон скатывается до уровня Алиэкспресс. Ну, там понятно, что кота в мешке покупаешь, но тут как бы, во-первых, не первый год так магазином пользуешься, а во-вторых, магазин как бы тоже не первый год существует, и такое в начале года фигистическое отношение к клиентам, к новым клиентам, к старым клиентам. Зачем делать статусы Азон, если они ни на что не влияют в таком случае? Не как это там, ваша заявка приоритетим, и мы там вам что-то ответим. И я вчера, в общем, еще до того, как получила смс-ку, так офигевше написала, ну, как бы, понедельник прошел, неделя уже, как бы, вот, ну, девятая должна была получить заказ, а тут у нас пятнадцатая. Здрасте, приехали, где заказ, неизвестно. Я написала, что, как там это, ну, хотя бы хоть чуть-чуть узнать, вот, ну, где примерно мой заказ. Мне, конечно, ответили через сутки, уже когда я получила смс-ку, ну, там, через несколько часов получаю смс-ку, что вот ваш заказ там на мыло пришлось. Самое интересное, мне что прикалывает, им совершенно некогда, но зато спамить на почту с супер-акциями и прочей требухой им есть когда. Можно сказать, что это делает бот, но как бы они что-то делают перед тем, как бот раскинет новую акцию. В общем, на мыло спамить новыми акциями у них есть время, а где потерявшаяся посылка, заказ вообще, или ответить там личное сообщение ВКонтакте, личное сообщение на почту этой со своей хелп, им совершенно некогда, у них очень много этих запросов. Делайте тогда параллельный e-mail, там, это, кучу своих сотрудников наберите. Что ваши сотрудники делают, если не могут решить подобные проблемы? Если вы делаете акции какие-то перед Новым годом, там, в течение четырех месяцев, и сейчас эти акции, скидки продолжаются, то, значит, вы как бы понимаете, что вы хотите много продать. Если хотите много продать, то у вас, соответственно, будет больше покупателей и, соответственно, больше работы. Как-то штат-то увеличьте, мозги-то как-то включите, я не знаю. Ну, короче говоря, мне ответили, что вот та-та-та, ваш заказ на базе выдачи, ожидайте. Никаких там это, ну, бонусные баллы, я вообще молчу. Прихожу, значит, стою уже минут 15 в этой очереди, мне приходит смс-ка, типа, добрый день или как-то так, две скобочки в обратную сторону. Видимо, они считают, что, извините, с двумя скорочками в обратную сторону, типа, грустными смайликами, это вообще сверх того, что клиент хочет ожидать от них. В общем, получаю, ну, типа того, что, извините, что ваш заказ где-то там задержался, бла-бла-бла, вот он дожидается вас на базе выдачи до 20-го числа. Ну, я получила этот заказ. В очереди ребята стояли за мной, говорили про какие-то бонусные баллы, что кому-то там начислили за то, что как раньше начисляли. Я думаю, ну, ладно, приду домой, у меня Озон статус, статус Озона. Наверное, на e-mail у меня там дожидается меня письмо, что, типа, извините, вот вам бонусные баллы за то, что мы просрали ваш заказ. Нихрена вообще. Зато новый спам о том, что какие-то там суперакции. Захожу в кабинет Озон. Вообще ничего, горяк. Как вы взяли 11 баллов за то, что я там потратилась и за прошлый заказ, так они и висят. Спасибо, Озон, за охренительное отношение к клиентам. Не знаете, как бы, я спокойно проживу без ваших бонусных баллов, но я подумаю в следующий раз, делать ли мне заказ или лучше подождать на том же ДНСе, черти сколько, подобный товар чуть-чуть доплатив на него. Потому что вот это отношение, это какой-то вообще дизлайк. Я даже думаю, теперь как-то, если меня вдруг спросят, Лёля, посоветовала бы ты на Амазон? Я бы сказала, люди, знаете, если вы хотите просрать свой заказ или хотите сделать кому-нибудь, если я кому-то делала, допустим, подарок. Я там каменты, кстати, читала в этой группе контактов. Видимо, каждый магазин своего в какой-то момент постигает подобная участь, но обычно такая участь постигает магазины, которые обманывают своих клиентов. Тут как бы обмана нет, просто пофиг на клиента, пофиг, пофиг, пофиг. Человек делал какой-то там подарок. Вот если бы... И этот подарок две недели где-то гуляет, если бы я это делала в подарок. В общем, если вы решите заказать что-то на Азон, то расслабьтесь и не ждите, что доставка будет именно в тот день, когда сказано. Что база выдачи будет работать, как бы, ну, не переедет внезапно в непонятную дверь. Благо там люди сказали, я так подхожу, три человека, я говорю, кто последний? Азон, кто последний? Они типа, я говорю, а что, еще не открыто? Да, не открыто? И человек какой-то вдруг говорит, а вон там, говорит, вообще-то очередь, они открыто переехали просто. Ну, круто, переехали, места больше, посылок больше, месяца. Да, еще учтите, что вам придется, скорее всего, не знаю, может, это только на нашей базе выдачи такое, не первый раз уже, придется самим искать эту посылку, особенно, если у вас хреновое зрение, то я вам сочувствую вообще тупо. Я попыталась поискать, но там где-то тупо написана фамилия, да, вот, от руки. Я, конечно, понимаю, что я свою фамилию от чужой отличу, но надо разглядеть, чтобы там было что-то написано. Вот, к примеру, тут написано. А ну, как бы так вот это, в глаза не особо бросается, потому что я одну коробочку перед этим рассматривала, так вот тупо принаглела, вот знаете, для меня вот немножко в шок, вот, и мне наглости не хватает рыться в чужих коробках и искать свой заказ. Если вам наглости хватает, то и у вас подобные приколы на базах выдачи, то, ребята, приготовьтесь к такому приколу. И еще приготовьтесь к тому, что служба поддержки клиентов будет на вас привать. Что ж, теперь раскрываем посылочку. Я вообще не понимаю приколы, зачем они вот в две коробки разные разделяют. В прошлое мне сложили все в одну. В позапрошлый раз я когда забирала шквал такой подобный, как сегодня, только в более малом помещении, мне тоже было две коробочки. У меня еще родственница удивилась. Я говорю, а что ты такое заказала? Я говорю, вот здесь вот флешка. Я говорю, нахрена, под флешку такая коробка. Ну, утрамбовали бумажкой, чтобы не прокрестилось. Молодцы, че? Наклейку приклеили, которая слегка отклеивается. Мне, в принципе, их наклейка вообще ни к голове, ни туда. Но они могли бы эти наклейки клеить куда-то не на этикетку, а хотя бы на задницу. Вдруг я это кому-то дарю. Благо, вот здесь вот, как бы она такая, ее можно отсобачить. А бывают такие моменты, где эту наклейку фиг от собачьей, что-то гладкая поверхность. В общем, че это у нас такое? Сейчас я вам скажу. Я уж забыла, че я заказала-то, не поверите. Так, арахисовая паста Криме торговой марки Эн Кампа. Не содержит красителей, консервантов и ароматизаторов. Состав жареный арахис, сахар, соль, арахисовое масло. 340 грамм. Сделана у нас 12 мая прошлого года и до 11 мая 2020 года. Кусок. Второе. Они явно не берегут природу России, потому что могли вполне вместить это все в одну коробочку. Бумажка. Флешечка. Все на месте. Флешечка на 4 гига, Samsung, 100 мегабит в секунду для чтения, для записи 60 мегабит в секунду, класс 10, 3, 4, QHD, ультравидео. видео. В принципе, при желании, если у меня вдруг это не примет, эту флешку, я могу закинуть эту флешку в свою экшн-камеру. И будет мне счастье. Ну и что, озон.ru выбирайте. Выберем, конечно, всю жизнь мечтала вот так вот заказ получать под Новый год. Новый год, правда, уже прошел. Я даже сегодня, чтобы разгрузить как-то свои мозги, и ёлку сейчас убирала. В общем, всем спасибо за просмотр, ребята. Всем желаю отличного настроения и избегать подобных казусов. Точнее, как бы сам-то этого не избежишь. Ну, озону я всё-таки желаю как-то мозги включить и понять, что если подобные казусы повторяются, то клиенты как-то могут разбежаться. Ну, не один озон, в принципе, в России есть из подобных магазинов. Ну и как-то побольше ценить клиентов, особенно тех, которые они первый год заказывают. И если делаете статусы озон, то как-то эти приоритеты тоже не на бумажке прописаны, чтобы были на воздухе, а чтобы они реально как-то действовали. А то мы поставили вашу заявку в приоритет, ну, правда, потом забыли про вашу заявку второй раз, или это, ну, типа, вы извините вам, что вы уж получаете, ну, подумаешь, это как-то так. Круто вообще. Ну и да, чтобы больше, чтобы никого, кроме меня, не, чтобы меня тоже, короче, чтобы вас не постигла подобная участь, что заказ заказали, а он где-то гуляет, плюс еще предоплачено. Я уж думала, что мне может надо будет писать там, ну, месяц ждать, или еще сколько-то, или написать уже, типа, ребята, верните бабло, я куплю в другом месте. Приду на месте, куплю, или захожу, по крайней мере, где оплачиваешь при наличии уже пришел заказ, или не пришел, понравилось, не понравилось. В общем, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok